Вице-председатель партии ШОР Марина Таубер обвиняет власти в том, что они не заключили вовремя контракт на поставку бланков для паспортов. Депутат обратила внимание на то, что из-за этого граждане Молдовы внутри страны и за рубежом сталкиваются с трудностями при продлении документов. Таубер потребовала от Министерства иностранных дел и других профильных структур принять меры для разрешения проблемы. Выступая на брифинге, она отметила, что в отдельных случаях граждане Молдовы как внутри страны, так и за рубежом вынуждены ждать своей очереди на оформление документов более полугода. Из-за этого у многих срываются планы. Люди очень недовольны тем, что из-за некомпетентности властей лишается отпуска, деловых встреч не могут повидаться с родственниками, проживающими за рубежом. Это так отблагодарили диаспору за стояние в многочасовых очередях, чтобы проголосовать за ПДС. К сожалению, диаспору бросили. А может, власти не хотят позволить проживающим за рубежом молдаванам вернуться домой, чтобы они не увидели хорошие времена? Парламентарий добавила, что на майский запрос правительства разрешить гражданам Молдовы въезжать и выезжать по просроченным документам, положительный ответ дали всего несколько стран. Это Израиль, Российская Федерация и Латвия. Что делать с другими странами, где проживают сотни тысяч молдаван? Ответа, к сожалению, нет. Марина Таубер призвала правительство и ответственные структуры исправить ситуацию и обеспечить гражданам право путешествовать туда, куда им нужно. Представитель Кабмина сообщила нашему телеканалу, что Огенство государственных услуг предоставляет услуги всем желающим, как через онлайн-программы, так и посредством физического присутствия. Анастасия Табурчану также уточнила, что приобретение бланков для паспортов, начатое в прошлом году, было остановлено из-за ряда выявленных нарушений. Она заверила, процедура новой закупки уже идет. Новые бланки поступят в августе-сентябре. При этом процесс оформления паспортов идет. Граждане Молдовы бесперебойно выдают паспорта в соответствии с регионом. В руководстве Агентства государственных услуг нашему телеканалу отказались предоставить оперативный комментарий на эту тему. Обратитесь, пожалуйста, в письменной форме в пресс-службу. Вам обязательно ответят. Спасибо. Запрос в Агентство государственных услуг был сделан, но ответ до сих пор не получен. Услышать комментарий в Министерстве иностранных дел также не удалось. Телефон официального представителя ведомства Даниэла Воды оказался отключен. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас написала нам в сообщении, что не комментирует заявление Марины Таубер. Напомним, в начале сентября 2021 года по результатам проверки, проведенной в Агентстве Госуслуг, был выявлен ряд нарушений законодательства, касающихся процедуры организации тендера, инициированного в январе того же года бывшим руководством этого учреждения. В результате процесс закупки был остановлен. Материалы для открытия уголовного дела направили в прокуратуру. Впоследствии комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 1 июня автоматически продлить за гранд-паспорта, чей срок действия истек или истекает в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022. Министерство иностранных дел и европейской интеграции заявило, что по дипломатическим каналам проинформируют об этом все государства. В настоящее время на запрос ответили только пять стран – Россия, Израиль, Латвия, Армения и Эстония. Между тем, агентство Госуслуг объявило о подписании нового контракта с польской компанией, которая предоставляет 3 миллиона бланков паспортов, удостоверений личности и водительских прав. Их стоимость составляет 150 миллионов леев. Доставка обещана к началу сентября 2022 года.